Микс Ньюс Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на Волнах Радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И сегодня наша беседа будет посвящена Рижским беседам. Это культурный форум для латвийской молодежи, который прозвучал в ближайшие, в прошлые выходные, три дня, в пятницу, в субботу и воскресенье. Мы предлагали целый ряд мероприятий разных форматов, на разных площадках, с разным содержанием. И в результате мы хотели, по сути дела, предложить пространство для диалога о прошлом. Общая тема Рижских бесед, этого фестиваля, была посвящена именно травме, травме другого, возможности услышать его. Поэтому, так как мы нередко говорим о том, что в латвийском обществе есть целый ряд тем, когда мы не можем найти общий язык, мы вроде видим другого, но не слышим его. Мы говорим о прозрачных стеклянных стенах, мы говорим о трещинах. В этот раз мы хотели поговорить об общем пространстве, каким образом его можно создавать. И благодаря этому форуму встретились и общались представители различных тем, различных школ, были референты, которые посвящались свои выступления темам истории, тому, как можно с молодежью говорить на темы коллективной травмы 20 века. А также в Риге встретились поэты, художники, композиторы, музыканты, актеры, все те, кто заинтересованы в диалоге, когда политики в основном заинтересованы в том, чтобы нас разделять и травмы эти постоянно держать в состоянии максимальной болевой точки. Поэтому сегодня мы хотели бы предложить вам своеобразное послесловие этого фестиваля и рассказать вам о том, что происходило. Мы хотели бы предложить вам тексты. Может быть, если вам не удалось посетить этот фестиваль, то сегодня у вас будет в переносном смысле такая возможность. Напомню также, что вы всегда являетесь важным участником наших бесед. Вы можете звонить нам по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. А также оставляйте свои комментарии, размышления на номер в WhatsApp и SMS по телефону 2061-91-2061-91. За пультом мой коллега-звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня в гостях у нас поэт Александр Дельфинов, который приехал в Ригу из Берлина. Также режиссер Алексей Климан, который приехал из Петербурга вместе со своими коллегами, актером и поэтом Антоном Володиным, который участвовал в спектакле «Спрос». Спектакль этот был представлен вчера в театре на улице Гертрудес. И сегодня, условно говоря, наша программа является своеобразным послесловием. И начнем мы первую часть нашей беседы с представления нового сборника поэзии, поэтических текстов Александра Дельфинова под названием «Паника». Александр, добрый день. Здравствуйте. Я думаю, что было бы странно задавать вопросы, почему, какое название, это слишком клишейно. Я думаю, что важно... Нет, можно задать такой вопрос. Хорошо, почему «Паника»? Потому что я живу с психиатрическими диагнозами и представляю в последние несколько лет, говорю от лица сообщества людей, которые живут с психиатрическими диагнозами, и работая над этой книгой, я как раз впервые эту тему... Точнее, уже даже не впервые, но более четко для себя сформулировал. Об этом говорится в предисловии. И темой этой книги являются экстремальные фиктивные состояния. Пожалуй, главной темой этой книги. То есть, кризисы, связанные с этим. Ну, как смешные стороны, так и печальные стороны этих обстоятельств. И поэтому книга называется «Паника», вот как, ну, скажем, это отсылка к тревожному расстройству, которое многим знакомо, состояние тревожности, которое для нас очень важно. Состояние тревожности – это как вот состояние сытости. Ты поел, и тревожность наступила. Хорошо. Это не по себе стало. Мог бы ты тогда представить какие-то фрагменты из этого сборника? Сборник достаточно объемный, поэтому, может быть, тебе удалось бы представить нашим радиослушателям, которые могут быть и читателями некоторые твои тексты из этого сборника. Слушателям и слушательницам я хочу подчеркнуть этот момент. Да, несомненно, это важно. Я прочитаю текст, который называется «Противорост». И в нем упоминаются два медицинских препарата, которые используются при лечении депрессивных и биполярных расстройств. Один из этих препаратов называется «Литий», а другой называется «Велофакс». Вот, может быть, эти слова надо объяснить, а остальное объяснять не надо. «Противорост». Лидия принимала литий и чувствовала себя хорошо. Приступы паники прекратились, наладился сон. В августе она познакомилась с интересным, красивым парнем. Леонид был высок, широк в плечах, хорошо зарабатывал в иностранной фирме. Когда они целовались, Лидия тянулась на цыпочках. Сначала они встречались нечасто, но потом накрыло со всей усилой. И они уже не расставались. У Леонида был мотоцикл. Как-то ночью они гоняли по трассе, и Лидия хохотала, задыхаясь от скорости. Леонид принимал «Велофакс» и чувствовал себя хорошо. В октябре они сняли квартиру на двоих. Началась счастливая жизнь. Лидия устроилась на работу, ей нравились сослуживцы. И начальница была женщина интеллигентная. Новый год они встречали в Таиланде. Море, песок, солнце. Лидия даже перестала бояться людей и спокойно выходила на пляж. А Леонид взял на прокат мотоцикл. И они катались по волшебным местам, делали селфи. А спали крепко, обнявшись, вернулись домой в феврале. И как-то вечером Лидии показалось, что Леонид стал чуточку ниже. Ей уже не нужно было тянуться, чтобы поцеловать его. А вскоре она спокойно могла смотреть ему прямо в глаза. Как-то ночью в апреле Леонид зарыдал и закричал, что обязательно разобьется на мотоцикле, что он видел это во сне. Лидия успокаивала его, как могла. Но в начале мая заметила, что стала на сантиметр ниже. Выше. Лидия стала на сантиметр выше. Поначалу это ни на что не влияло. Однако в середине лета они поехали в Питер. Лицо Леонида маячило где-то на уровне ее груди. И гулять с ним стало как-то неловко. Лидию начали мучить кошмары. А Леонид теперь спал, отвернувшись к стенке. В сентябре он совсем слетел с катушек. Из фирмы его уворили. Продал мотоцикл. Все курил, курил. Курил на кухне. Смотрел сериалы эти свои дурацкие. Рост там не более полутора метров. Лидия была уже вдвое выше. С каждым днем процесс противороста ускорялся. В декабре Леонид исчез. Лидия вышла на кухню рано утром. Но его нигде не было. Головою она доставала до потолка. И ее охватил приступ паники. Паника это резкое состояние? Или можно услышать как она приближается? Паника это когда тебя сразу накрыло и все, ты уже не способен... Есть такое словосочетание, и оно многим знакомо. Паническая атака. Вот это, наверное, как раз воплощение паники, когда тебя полностью... Фактор неожиданности. Ну, нет, это может подступать. Но самое главное, что когда тебя это накрывает, в принципе, человек может потерять контроль над собой. Может ли современный город способствовать этому, где паника может находиться в городе? Да, конечно, может. Но я думаю, дело... Я не знаю, город... Тут можно далеко уйти. Можно сказать, что капитализм. Можно сказать, город. Можно сказать, что еще что-то. Но так или иначе, с людьми это происходит в современном обществе. Может быть, это связано с тем, что очень сильно изменились типы коммуникаций. Изменилось то, как мы живем. Да, у нас даже по ночам горит свет. Я не знаю. То есть, может быть, сходит с ума сама антропологическая природа. Да, антропогенная, как сказать правильно. Но так или иначе, накрывает людей. Накрывает. Таблеточки не помогают даже. Не всегда. Может быть, еще какой-нибудь текст. Да, я могу год целый читать тексты. Это как бы... С удовольствием мы подумаем о марафоне, но сегодня у нас всего лишь полчаса. Давайте сейчас пока сосредоточимся на более короткой... Вот, я прочитаю текст, который называется «Дым над трубой». Она ни в чем не ведала сомнения, невинно и доверчиво дыша, И думала, что холокост варенье, гулаг считала видом гуляша, А в баре есть шампанское и крабы, и пятница подходит под загул. Она смеялась. Четкие арабы, какой себе отстроили Стамбул. На лбу едва заметные морщинки, и родинка под нижней губой. А жизни сыплют густо, как снежинки, и дым клубится сладкой над трубой. Она стремилась оказаться близко, и называла спальню «Кибинет», и обижалась. Я же не расистка, но эти негры пахнут, разве нет? А в клубе даже плакала немножко, когда с ней вдруг поссорился дружок, Но вдаль ведет изящная дорожка и утешает белый порошок. Ведь если очень хочется, то можно, а если и нельзя, то бог с тобой. Но жизни вылетают из-под ножниц, и дым клубится сладкой над трубой. Она любила, чтобы было мило, и называла блестки красотой. Не ввязывалась в споры из-за Крыма, и радовалась музыке простой. А улицы засыпала порошей, и улыбалась ласково она. А я читала, Сталин был хороший, в каком году там кончилась война. И тянутся гирлянды дни за днями, пока идет борьба борьбы с борьбой. А жизни, как огонь очередями, и дым клубится сладкой над трубой. Так смерть выходит вечером на кухню, И пьет свой чай из чашки голубой. А печка то зажжется, то потухнет, И дым клубится сладкой над трубой. В этом тексте ты затронул тему памяти, вернее, оборотной стороны ее забвения. Скажи, пожалуйста, ты наблюдаешь в современном обществе, что мы стараемся быстрее забыть что-то, о чем нам все время говорят и от чего мы устали? Часть этих тем прозвучала, мне кажется. Ну это 100% происходит, и не только в обществе, а вообще происходит и с людьми. Допустим, я в детстве, когда мне было 8 лет, оказался в психиатрической лечебнице, но я не помню точно почему. То есть я помню, что было после этого, но я, например, не помню, что было до этого. Это некий механизм вытеснения. Я как бы не могу это вспомнить. И я думаю, что, насколько я знаю, одна из теорий современных говорит о том, что менделевидные тела мозга, они так работают, что если вот в детстве, скажем, до пубертета, допустим, с человеком происходит некое супертравматическое переживание, которое может быть связано, например, с пережитым насилием или еще с чем-то. Или вот, например, это бывает у детей, которые оказались в зоне боевых действий и видели какие-то ужасы. И вот менделевидные тела начинают так работать, что они способны частично воздействовать на память, и они как бы вытирают травматическое воспоминание. В принципе, это защитный механизм. И ты как бы не помнишь. Но потом ты начинаешь… Потом приходит тревожность. То есть ты не помнишь… То есть тревожность – это отголосок того, что не стерто до конца? Одна из форм тревожности – это отголосок, может быть отголоском стертого некого травматического переживания. Я думаю, что то, что так же работает и память общества. Общество хочет стереть, значит, не хочет не помнить то, что ему неприятно вспоминать. Прочти еще что-нибудь. Грибы научились говорить. Эта новость взорвала интернет. Грибы научились говорить. Один бывший омоновец из Рязани наткнулся в лесу на пульсирующей мицели. Его вдова плачет, показывая пустую корзинку. Все, что осталось от пропавшего мужа. В последние годы он сильно пил, но очень любил собирать грибы. Это так успокаивало Алешу. Затем в нашей программе «Говорящий грусть». Ссылаясь на международные конвенции, подписанные Российской Федерацией, он заявил, что грибы рассчитывают на политическое убережье в качестве малого народа. На вопрос ведущей о гибели грибника представитель эукариотов подчеркнул. Гибель Алексея – трагическая случайность. Человек первым напал на нас с ножом. Грибы не превышали пределы необходимой самообороны. А между тем, схожие сообщения приходят из других краев нашей обширной родины. В Хабаровском крае поющий мухомор напугал 12-летнюю девочку. В Архангельской области опята-подростки проникли на атомную подводную лодку. В Перми пьяный подберезовик устроил дебош в Министерстве культуры. Согласно опросам ФЦИОМа, 78% россиян требуют применения тактики выжженной земли. Лишь меньшинство жителей России согласны с тем, что с грибами надо вести переговоры. Оставайтесь с нами после рекламы в прямом эфире интервью с Вологодским барвиком! Скажи, пожалуйста, ты живешь между Берлином и Бонном. Ты часто бываешь в России, но так или иначе основной твоей языковой или акустической средой является Германия, немецкий язык. Я просто вспоминаю предложение Томаса Мана, которое мне запало как-то в память достаточно глубоко, так как он был вынужден покинуть родину. Ну, в какой-то момент он написал в дневнике «Проснулся утром, умерло еще одно слово». Скажи, тебя не тревожит, если мы говорим о панике и тревоге, то, что слова могут начать умирать? Слова русского языка? Да. В моей голове? Да. Я думаю, что эта проблема, она как бы снята в сегодняшнем мире, как говорят, вот языком протоколов полицейских российских, при помощи сети интернет. Так говорят, да? Ну, так говорят, да. Ну, как бы подозревается в экстремистской деятельности при помощи сети интернет. Вот при помощи сети интернета снимается проблема языковой среды, потому что ты все время находишься в любой языковой среде, в какой хочешь. Хорошо. А влияние? А влияние, я думаю, важно, что на сегодняшний день существует несколько русских языков. Есть русский язык, условно говоря, Москвы, есть русский язык, на котором говорят в Сибири, есть русский язык, на котором говорят жители русскоязычные, например, в Германии, которых очень там много. Или, например, в Израиле есть свой русский язык, есть свой русский язык в Латвии. И это разные русские языки, и, в общем-то, нужно… И потом еще есть и внутри языка, скажем, какие-то там сленги молодежные, сленг пожилых людей. Вот, мертвецы говорят на своем языке, грибы русские говорят по-другому, да, чем немецкие грибы. Но, и так, в общем, это действительно, ну, как бы, мы находимся в сети, в сети вообще, в сети. Это и сети, ну, вот, тятя-тятя нейросети пишут лучше грешковца уже. Вот, так что надо просто, ну, пока ты жив, у тебя есть возможность включиться в правильную сеть. До перерыва у нас осталось пять минут шесть, поэтому они полностью твои, твоим текстом. Черт побери, какая неожиданность. Я не подготовился. Марина уезжает домой. Притихли собака да кошка, грустит за оконная мгла. И даже столовая ложка вдруг стала острей, чем игла. По стенам шатаются тени, таинственный шепот в углу. И, кажется, наши растения бредут, спотыкаясь во мглу. Оранжевые мандарины мерцают, как звезды зимой. Дитя, попрощайся с Мариной. Она уезжает домой. Внезапно закончился праздник. Посуда пуста на столе. Ты был его честный участник. Но все растворилось во мгле. Певец с тонкострунной гитарой. Марина с бокалом вина. Лишь демон, усталый и старый, В пыли прикорнул у окна. Подавлен печальной картиной. Ты тихо срастаешься с тьмой. Дитя, попрощайся с Мариной. Она уезжает домой. Ой, взросление. Это расплата за твой неосознанный срам. И жизнь, как остатки салата, Ты будешь глотать по утрам. Но слезы всего лишь снежинки. И даже любовь, только сон. О, Боже, ну где же ботинки и зонтик? Где прячется он? Была бесконечность недлинной. Как стих затянувшийся мой. Дитя, попрощайся с Мариной. Она уезжает домой. Еще один текст. А что, еще один? Да. Ужас какой. У тебя очень обширный сборник. Я уверен, что мы что-нибудь найдем. Ну, надо коротенькое. Они такие длинные все. Сейчас коротенькое надо найти. Сборник, который был открыт в сентябре, да? Эту книжку мы собирали. Мы эту книжку выпустили вместе с фотографом, который живет в Тель-Авиве, Вадимом Ходаковым, и с художником, и дизайнером из Берлина, Максимом Неродой. Мы собирали деньги краудфандингом на издание, и вот результат скандальный. Так приказал майор. Это, значит, навеянное событиями московскими этого лета. Мы наступаем плечом к плечу, Короток разговор. Руку сломаю, в асфальт топчу. Так приказал майор. Строй не теряем, тесним толпу. Просто сметем, как ссор, Этого парня, девчонку ту. Так приказал майор. Выпусти, брат, из-под крышки пар. Время не трать на спор. В душу врагу направляй удар. Так приказал майор. Счастья и радости в жизни хоть не было до сих пор. Грешную мы очищаем плоть. Так приказал майор. Бей в барабан, на трубе играй. Ангельский сладок хор. Мы заберем вас с собою в рай. Так приказал майор. Александр, большое спасибо. Мы вернемся буквально через несколько минут обратно в студию. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. Напоминаю, в эфире программа «Культ просвет». И сегодня мы беседуем над темой рижских бесед. Это фестиваль, который закончился вчера поэтическими выступлениями. Вы слышали в первой части программы текст Александра Дельфинова из его нового сборника «Паника». И мы продолжим во второй части нашей беседы разговор о том, что вчера вечером в театре на улице Гертрудес вместе с поэзией, была также и драматическая форма, был представлен новый спектакль «Спрос». Режиссером этого спектакля является Алексей Климан, который приехал к нам из Петербурга. В студию у нас также Антон Володин, поэт и актер. Алексей, скажи, пожалуйста, возможно, опять же банальный вопрос, но сегодня почему-то без них я не могу. О чем спектакль «Спрос»? Это что-то рыночное, что-то политическое, культура удовольствия и развлечений? О чем? Добрый вечер. В первую очередь хочется сказать, что название придумал человек, который сидит справа от меня, Антон Володин, и это произошло просто вот так. И это все вместе. Началось все, наверное, с фразы даже больше в голове. Ну, может быть, Антон меня сейчас поправит. Уже было понимание, о чем это, а он выглядит как калаш, спектакль, поэтому это набор, это несколько модулей, которые как бы плавают в космосе о человеке. И поэтому какой из поэтов спрос? Вот эта вот фраза знаменитая. Какой из поэтов спрос вообще? Мы за нее зацепились и начали отвечать на этот вопрос. Я думаю, это главный ключ к названию спектакля. Поэт, образ поэта в русской культуре очень противоречив. Это и человек-мученик, мученик своего таланта, своего текста, своих слов. Это, к тому же, еще и опасный человек, опасен он для власти. То есть во многом он был опасен, мы прекрасно помним, печальный образ Николая Первого. Ну и, собственно говоря, советский период, когда поэтическая свобода уничтожалась, потому что, оказывается, текст опасен для власти. Как вы эту тему развивали, затрагивали ли? Поэт может быть опасным, потому что он может каким-то образом задать вопрос, неправильный вопрос. Я думаю, что именно так мы не ставили, не сами не ставили вопрос, не думали на этот счет. То есть поэт и политика не были темы. Поэт, тут скорее, поэт выходит на аванс сцену, и он просто честный. Поэт честный, и скорее, если там есть система, если есть какое-то государственное влияние власти, рука власти, это скорее взаимодействие этой руки с честностью, с природностью процессов, с тем, что это противостояние. В том числе, да, и с некой частицей и системой, и частицей, которая как бы абсолютно органично. Ваш поэт попал в полицейский участок? Да, да. В одном из протокол. Да, в одном из, в одном из. Да, это просто как чай жизни. Это, вот мы только что слышали текст Александра, который тоже, это как прошивка. Прошивка у телефона обновляется, да, и в спектакле это тоже, ну, просто отмечается. И я работал с таким действием, как новая процессуальность. Вот в Москве этот термин ввел Борис Юхананов, который в электротеатре Станиславский. Это когда мы проживаем что-то, проживаем, регистрируем, и результат регистрации формирует новые процессы, в том числе, которые потом видит зритель. Это может идти год, пять лет, вот, и, соответственно, это сумма регистраций последних нескольких лет существования реальных поэтов в реальном нашем мире. Иными словами, этот спектакль наполнен текстами конкретных поэтов. Да. Потому что то, что я вчера видел, это была своеобразная перекличка между актером, который является поэтом, и поэтами, которые находятся на сцене, как бы позади него. Антон, вопрос к тебе. Твой герой вопрошает полицейского, в чем я виноват или в чем меня обвиняют. Скажи, пожалуйста, если задать этот вопрос вне полицейского участка, когда тебя освободили, и когда ты вышел на морозный воздух, скажи, пожалуйста, у тебя, как у поэта, этот вопрос возникает абстрактно, вне связи с властью? За что меня задержали, да? Он у того персонажа на протяжении всего спектакля, эти вопросы крутятся у него постоянно в голове, ну, как я считаю. Даже вне полицейского участка, то есть вопрос продолжает жить дальше? Так спектакль поставлен, что до конца, может, зрителю непонятно, полицейский ли это участок, либо это, как бы, КГБшный застенок, либо это застенок уже охранки, там, будущего, или это вообще какие-то бандосы, там, этого персонажа схватили. То есть здесь пространство для интерпретации очень большое. Это хорошо, что люди, как бы, тем более, вот, за границей считали этот момент, это очень приятно. Мы оставляли какие-то такие маркеры специальные, вот, но все может происходить одновременно и в голове у этого персонажа, и на самом деле он там сидит дома, в кресле, а может действительно где-то это в реальности происходить. И эти вопросы постоянно крутятся у него в голове. И неважно, где он находится, вот, сидит в кресле как заключенный, либо он на морозном воздухе просто там прогуливается. У поэта особая связь со словом, что бы это ни означало. А эта связь, в какой-то степени, может быть, есть и власть либо над словом, либо над теми, кто будет его слышать. А если есть власть, значит, может быть, есть ощущение вины? Поэт чувствует себя виноватым? Он, может быть, сам себя спрашивает? Ну, в какой-то мере, да, вот даже этот момент показан в тексте «Совесть», который я читаю как раз в этом эпизоде. То есть это, скорее всего, вопрос отношений с совестью. То, что Леша сказал, что поэт честен, он старается быть честным, прежде всего, перед собой. Потому что перед людьми, как бы перед обществом. И здесь вопрос не вины, а вопрос, мне кажется, отношений с совестью. Потому что это такой маяк, яркий, жаркий, который должен тебя в таких вот вопросах жизненных вести. Мог бы ты предложить нашим радиослушателям и радиослушательницам возможность заглянуть во вчерашний текст поэтический? Может быть, ты что-нибудь мог бы прочесть? Да, конечно. Мне нравится смотреть. Качаешь головой с приятной стрижкой. Вон там стрижи в Можайск летят на бой. А я стою, молчу. И это слишком тугая пауза в пространстве не моем. Как выдох для меня пропащим. Поскольку сердце защемит и тащит меня в другое. Там, где ночь, и ночи днем. В твоем пространстве множество церквей. В моем все то же, но они музеи. И нас сближали бы закаты голубых кровей. И в обстоятельствах других везенье. Зачем пустую темную я смотрю? Мне нравится, что девушки красивы. Как в моей степи. Как летом белый юг. Я всех люблю в своем краю. И я счастливый. Алексей, вопрос к тебе. Попробуем выбросать немножко сценографию этого спектакля, чтобы наши радиослушательницы и радиослушатели могли бы каким-то образом перенестись туда. Есть затемненный зал, где полукругом сидят зрители. Есть сцена. Да. Сцена находится за залом и включается, как включаются, не знаю, флэшбеки. Или как включается какая-то вторая дополненная реальность. Как происходит день или ночь за окном. Соответственно, за окном что-то происходит или полная темнота. В зале сидит поэт, который общается исключительно с голосами. Сколько их судить зрителю? Их несколько. Он противоречит, он входит в спор и с самим собой, и с своим, можно сказать, подсознанием. Можно сказать, с неким другим. Или он другой. Да, вот такая какая-то. Это абсолютно открытая система. Я хочу просто от себя добавить. Я думаю, что зрителю это будет интересно. Спектакль построен. Есть вписанная система, а есть описанная система. И это описанная система. В том плане, что зрителю всегда предоставляется возможность узнать, что он зритель. Участники спектакля не скрывают, что они участники спектакля. Они постоянно открывают не только четвертую стену, общаясь со зрителем. Или взаимодействуя взглядом или как-то еще. Они еще говорят, что они, кто они. Что они, да, поэты, они музыканты. Они есть те, кто они есть. Это такая документальная история. Они играют самих себя. И поэтому, может быть, есть какая-то нотка, я не скажу, может быть, свежести какой-то относительно того, что обычный театр это закрытая система, в которой человек чаще играет не себя. Соответственно, это другая оптика. Ключевым словом вчера, по сути дела, стало явление или понятие бессмысленности, потеря смысла. И вы проводили параллели, так как спектакль играется как бы 2100... Он идет по векам от 21 до 23 века. И это как бы ретроспективная беседа о том, что был потерян смысл, но когда-то потеря смысла значало поиски смысла, это новый огромный импульс для поэзии серебряного века, то тогда получается, что поэзия начала 21 века растеряла все, включая и сама бессмысленность как бы стала абсолютно ненужной, она никуда не ведет. Но она стала воздухом, и, соответственно, мы стали ей дышать, и, соответственно, произошла инфляция, как бы дефолт какой-то поэтический. Здесь бы я хотел подключить и Александра к нашей дискуссии. В студии два поэта. Вы оба ощущаете, если да, то как по-разному, или, может быть, есть какие-то точки соприкосновения, бессмысленность слова? Ведь сказано, по сути дела, давно уже все. Может быть, нам стоило бы молчать? Хороший вопрос. Спасибо. Мне кажется, что современная культурная ситуация так работает, что если мы начали говорить о бессмысленности, то это уже имеет смысл. Поэтому такая проблема была, мне кажется, в конце 20 века, а сейчас совершенно другая проблема. Сейчас перенаполнение смыслами происходит. Сейчас нужно думать не о проблеме потери смысла, а о проблеме фильтрации. Главная проблема – это ложный смысл, фейк-ньюс, я думаю. Да, и невозможность верифицировать то, что тебе говорят. И люди начинают верить в то, что мировое правительство готовит апокалипсис, подсовывая нам какие-то неправильные таблетки. И твит может разрушить человеческую судьбу. То есть, я думаю, что в этой ситуации нам необходимо «жечь» глаголом. «Жечь». Как говорят, «жги Господь». Но не является ли фильтрацией новой иерархией? Да, конечно, является. Конечно, является, да. Тогда вопрос, кто ей будет заниматься? Я. Кто ей будет руководить? Я буду руководить новой иерархией. Как бы придется подчиняться. Ничего не поделаешь, никуда не денетесь. Антон? Ну, мне остается только согласиться со словами Александра, подытожив разве что тем, что действительно там и в начале 20-го и в конце 20-го века уже не раз говорили, что обо всем уже сказано в поэзии, ничего нового там не придумано. Каждый раз появляется какой-то поэт, который действительно что-то выносит. В конце 20-го века, на стыке конца советской эпохи и начала нового времени, внезапно появляется Борис Рыжий, который берет какие-то интонации у раннесоветских поэтов и так их преобразовывает в ту жизненную систему, которая происходит рядом с ним. Предстает читателям этот сказочный Свердловск, которым он как бы живет. Что все как бы поражаются вот этой вот экзотикой, которая на самом деле происходит повсеместно, по всей империи. И он попадает как бы в литературу, как новое явление, как новый поэт. Хотя вроде бы, казалось бы, ничего нового он не сказал, но он так играет со смыслами и с той же бессмысленностью в поэзии, что представляет что-то новое. Так что и через 15-20 лет может появиться какой-то такой же поэт, который еще раз всех удивит. Еще здесь важный момент, если мы говорим про русскоязычное пространство, это как бы один процесс. Но если мы на секундочку из него высунем нос и посмотрим на то, что происходит в англоязычном, в американноязычном, в немецкоязычном, мы увидим, что уже в последние несколько, скажем, минимум последние лет 20 идет мощнейший поэтический взрыв. То есть расцвет поэтических движений во всем мире наблюдается мощнейший совершенно. То есть, я не знаю, там это от каких-то форматов уличных перформансов до поэт-реслемов, до академической, новой академической поэзии, театральных экспериментов с поэтическим текстом, там уже вплоть до рэпа и поэзии популярной музыки. То есть, и то же самое произойдет в русскоязычном пространстве, происходит тоже, но с некоторым отставанием. То есть, чуть-чуть медленно, чуть-чуть, там, немножечко отстает, как обычно, как часто это бывало и раньше. Но никуда не денешься, все равно это произойдет. Вернее, он уже происходит, и еще так и дальше будет какое-то время. А потом будет новый кризис. Потом будет новый кризис, снова потеряются смыслы, все закончится, будет декаданс. А потом будет новый рассвет, а потом новый кризис, а потом новый рассвет. Антон, и во вчерашнем спектакле, и в твоем творчестве тема забвения или, скажем, потери памяти очень важна. И, может быть, один из выходов что-то забыть и потом обнаружить это заново, тем самым оставив новое пространство. Может быть, ты мог бы прочесть тот текст, который мне очень близок, о потере памяти, о страхе, о панике потерять, кого-то не узнать. — На вопрос сначала ответили. — А как тебе удобно? — Ну, я отвечу так, что сам для себя открыл, что лучше ничего не забывать. Потому что мало ли когда что может пригодиться и в каком моменте. — Даже то, что мучает. — Даже особенно то, что мучает. Нельзя это забывать ни в коем разе. — Надо записывать. — Надо записывать, да. Ну, у меня есть просто такая возможность, даже я не могу ничего забыть на самом деле, но у меня какие-то случаются такие пробелы огромные в памяти, прогалины огромные. Ну, приходится это все как-то в бумагу, вот, вписывать какие-то моменты. И в последнее время я какую-то такую привычку очень дурацкую вел просто записывать на диктофон, чтобы потом это все прокручивать. Как в этом, в Гарри Поттере был такой момент интересный, где показали эту залу с огромными этими шариками, которые наполнены памятью, да, с какими-то воспоминаниями, с предсказаниями. И вот, я думаю, в конце концов, не только я, я думаю, в общем-то, человечество к этому придет, что память свою люди станут хранить там, вот, в том же, в 23 веке, вот, в таких вот каких-то колбочках, таких вот, мини-айфончиках, вот, текст, да? — В облаках. — В облаках, да. Мой дед теряет память, я друзей, до невозможности все просто. Мы два поколения уставших тополей, которые теряют листья, оставляя голый остов. Его подводит память, а меня друзья. Я их могу, забыв, простить, а деду воспоминания юности забыть нельзя. Но он не помнит, что сегодня было до обеда. Деду дед рыбу, я ловлю слова. Везу улов поэтам, как гостиниц. Приятней, чем стихами рыбой уделиться. Мое пустеет сердце, его пустеет голова. Меня сильнее прочих мыслей ранит, заснуть, не позволяющая грусть. Терять так называемых друзей я не боюсь. Боюсь, вернусь домой, а дед меня, увидев, не узнает. Я бы не хотел потерять ни одной минуты сегодняшнего эфира на своей собственной разглагольственной. Поэтому я думаю, что мы закончим сегодняшнюю нашу беседу еще некоторыми текстами, Александр. Так как сборник твой недоступен, а сборник Антона здесь в Риге есть, циркулирует. Поэтому тебе еще слово. Я один текст подготовил, как мы договаривались. Называется «Никого не было». «Хочешь, я отдам тебе свою руку?» Спросила ты. «Зачем мне твоя рука?» Сомневался я. «Лишний гвоздь приколотить, струну зацепить», Уверяла ты. И я согласился. Через полгода, слегка смущаясь, ты предложила ногу. «Зачем мне твоя нога?» Удивился я. «А вдруг поскользнешься, будет опора?» Улыбалась ты. И я согласился. Твою вторую руку я попросил сам. Срочно понадобилось написать одно письмо. «Уши я одолжил у тебя. Надо было работать, а хотелось музыку послушать». «И глаза ты мне отдала, чтобы я поменьше плакал». «Хочешь, возьми мои ребра, ты ведь голоден», Сказал висящий в воздухе красный рот. И вот когда я наелся, наслушался, наигрался, наработался, То засмеялся и крикнул «Хочешь, я подаю тебе свое сердце!» Но рядом никого уже не было. Уважаемые радиослушатели, сегодня вы прослушали Некоторые реминисценции по поводу фестиваля «Рижские беседы-2». Сегодня в гостях у нас был поэт Александр Дельфинов, Который читал тексты из... Что это за реплика? Это котик. Это котик. А значит, тогда в студии еще кто-то был. Из своего сборника «Паника». Также в гостях у нас был сегодня режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Климан И поэт и актер Антон Володин, Который рассказывали о новом спектакле «Спрос», Который вчера был представлен в театре на улице Гертрудес. Спасибо за ваше внимание, за ваше время. Напомню, что сегодня мой коллега-звукорежиссер Родион Золотарев помог нам обеспечить эфир. Еще раз спасибо за ваше участие, за время, за энергию, за ваши тексты. Большое спасибо. До свидания. Продолжение следует...